про власть я вчера делал публикации там у себя в фейсбуке вконтакте тоже по поводу взглядов да у меня то левые то правые взгляды в итоге я пришел к выводу что правильные взгляды центристские центристские взгляды это соблюдение баланса между все отнять и поделить между там как сказать владение определенными лицами да самое интересное есть шкала ну там две шкалы первая шкала это по собственности да то есть это левые правые там больше об обществленной собственности или либо больше индивидуальной собственности а вторая шкала это авторитарная кратия да то есть единоличная или это такая демократическая свободная там либертарианская на самом деле я пришел к выводу что шкала она одна и эта шкала связана с распределением собственности централизованным или распределением собственности децентрализованным то есть вот если смотреть на шкалу там либертарианскую авторитарную и там левую и правую то у нас получается четыре квадранта из них только два квадранта которые реально могут работать причем реально работает только один второй он как бы по большей части не очень устойчив но технологические предпосылки идут к тому чтобы его создать речь идет о том что реально существующий квадрант авторитарной кратии при правых настроениях то есть когда есть частная собственность и есть олигархат и эти системы устойчивы эти устойчивые системы были в девятнадцатом веке да и до этого и сейчас а есть другая сторона это когда собственность максимально децентрализованная ну так сказать либертарианская принципе можно сказать что в сша такая система то есть когда люди выбирают себе представителей да у каждого есть своя собственность каждый имеет право голоса ну собственник да прежде всего налогоплательщик и это в свою сторону больше левые взгляды как бы это не звучало удивительно то есть в сша больше левых взглядов чем в россии ну на мой взгляд она примерно так и есть на самом деле по всей видимости значит скатывание в сторону левых и скатывание в сторону правых и в том и в другом случае она приводит к перекосам экономики в перекосом системы управления и как бы к вырождению с чем это связано с одной стороны есть теория о том что мудрые люди которых немного ну там не больше одного процента они наиболее эффективно управляют с другой стороны есть теория мудрой толпы о том что толпа в целом лучше решает по управлению и демократия работает лучше не тот не другой случай долгосроки идеально не работает всегда если это авторитарная какая-то там закрытая она превращается в закрытую то она вырождается с другой стороны демократия как бы полностью когда там начинает спрашивать у всех подряд мнение то она тоже приводит к сильным перекосом и в итоге теряется мотивация у людей которые реально создают то есть у людей предпринимателей бизнесменов там сильных людей и утружеников а теряется мотивация это тоже загнивает это же разрушается наиболее наиболее эффективным и наиболее устойчивым на мой взгляд является центральная сбалансированная система то есть когда есть и частная собственность но ни в коем случае нельзя давать возможность сильно ей вырастать сильно большой то есть как бы занимать ну условно там больше семидесяти процентов там рынка того или иного то есть всегда должна соблюдаться некая альтернатива с другой стороны полностью демократия когда начинают спрашивать мнение там и и у инвалидов как бы это сейчас не звучало и у всяких наркоманов там и и так далее это я считаю что это плохо то есть человек должен заслужить право голоса скажем ну если так дальше пойдет то можно право голоса давать и и обезьянам и собакам и и мышкам там и и так далее а чё они тоже члены общества и живут у нас в квартирах почему нет вот значит я думаю что баланс он заключается в экономической деятельности то есть я понимаю что есть как бы и социальный капитал и природный капитал и там производство да но базисом является экономика если нету экономики нету всего остального значит на мой взгляд право голоса у того больше у кого больше экономический вклад экономический вклад прежде всего у тружеников и предпринимателей но при этом есть еще управление управляющая верхушка это люди которые довольно мудрые они зачастую может быть их их труд не видно да то есть это может быть долгое общение где-то переговоры написание каких-то диссертаций там просто чтение книжек но потом они на биржах делают ставку на ту или иную технологию развития который выстреливает там через 10 через 20 лет через 30 лет то есть это долгоиграющие при этом у них должны быть ресурсы достаточны для того чтобы эти долгоиграющие проекты жили были и в процессе их реализации не вмешивались всякие демократические силы которые будут устанавливать свои правила при этом эти организации на мой взгляд когда они управляются авторе авторитарно они развиваются по принципу предпринимателя да то есть и и кто-то движет там лидер драйвер когда компания становится достаточно большой то сама компания становится субъектом ней выстраиваются процессы и дальше принятие решения единолично авторик авторитарно уже на мой взгляд не очень эффективно и так и тут надо переходить на оля вот совет директоров но совет директоров как показывает практика тоже не идеальны то есть у нас получается системы значит крупные системы они перестают активно развиваться то есть они перестают экспериментировать стартапы то есть внутренние стартапа они могут быть но лучше их выделять вообще в отдельной компании и давать мотивацию предпринимателям те кто эти стартапы развивать и эта система выстроена опять же хорошо в сша там где стартапы скупаются средними предприятиями а средние скупаются крупными и в итоге крупные поглощают но крупные не могут развиваться без средних а средние не могут развиваться без мелких как неудивительно но а мелкие средние крупные без тружеников да там не могут развиваться короче это вся система взаимосвязано важно не допускать перекосов на мой взгляд так вот я в документе новосфера космизм написал что принятие решений в равной степени у пяти классов первое это собственно труженики ну так сказать пролетариат ну неправильное слово то есть это люди которые работают по найму там определенный психотип это меньше риска а больше стабильности дальше второе это предприниматели мелкие то есть это там один там тире три человека которые собираются для того чтобы проверять бизнес гипотезу дальше средние то есть это когда там 10-100 человек ну и дальше крупные там тысячи человека и более значит первое повторюсь труженики второе малый бизнес третье средний бизнес 4 крупный бизнес олигархат и 5 это власть то есть я пришел к выводу что необходимо избранные само собой но избранные за счет популизма и эти люди они тоже важны они создают общественное мнение они являются драйвером и они являются тоже лакмусовой такой бумажкой настроений людей они управляют настроением и под настроение свои достигают цели значит вот эти пять категорий которые являются в целом правлением то есть пять классов которые в равной степени на мой взгляд обязательно в равной степени по количеству людей в парламенте мне кажется так собственно вот это я описал в документе нового сфера космизм возможно мое мнение поменяется я думаю что в течение года все проверю с разными мудрыми людьми да там я это обсуждаю периодически многие кто не согласен и объективно доказывает и показывает что это не рабочая я с этим соглашаюсь